Надеюсь, не последний, но в рамках этого блока финальный. Я очень надеюсь, что все, что мы для вас делаем, очень полезно. И в очередной раз хочется поблагодарить фонд президентских грантов за то, что у нас у некоммерческих объединений, некоммерческих организаций, у ассоциаций различных есть возможность делиться с пациентами, их родственниками и в целом их окружением, полезными вещами, которые в рамках медицинской помощи не всегда успеваются рассказать, поделиться, позаботиться. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет полезна. И сегодня мы будем говорить с вами о социализации, почему это важно, и вообще почему эта тема возникла, потому что в современном обществе индивидуализм, отрешенность, изоляция, дистанция. Ну вот сейчас как будто бы это модно, да, и сейчас спросить среднестатистического человека, как вам хорошо, он говорит, мне хорошо одному. Ну, смотрите на наших детей, да, которые не очень любят гулять, не очень любят общаться вживую, да, все происходит в каких-то закрытых сообществах ВКонтакте, все очень в интернете, все в сети. Надо понимать, что они другие действительно. И здорово, если ваши дети играют в онлайн-игры, где есть кто-то больше, чем он один, да, когда они с ребятами созваниваются и играют вместе. Это, ну, скажем так, суррогат, но все-таки социализация. Если ребенок не общается даже там, то это уже тревожные звоночки. Почему я об этом говорю? Потому что онлайн-формат взаимодействия очень неплох, особенно сейчас. И ковид нам показал, что он эффективен. И психотерапевтические сессии показали эффективность практически такую же, как и очные. Поэтому, если у вас есть возможность посещать онлайн-группы, созваниваться с близкими родственниками через Zoom, Skype и прочие программы, то лучше так. Это правда сильно лучше, нежели, ну, вот мы не можем встретиться, ну, значит, не будем встречаться никак. Сегодня мы будем говорить про феномен социализации и вообще социальной активности через разные подходы. И первым блоком я расскажу вам о том, что вообще такое социализация и почему, зачем вдруг вам эта информация. Вам эта информация за тем, что, знаете, как с конфликтами в коллективе. Я прихожу к какие-то коллективы рассказывать про конфликты, про то, как с ними справляться. И начинаю говорить, что конфликтов бывает столько-то, у них такие-то подвиды, подгруппы, классы. И люди очень сильно удивляются, что это не просто ненависть какой-то подружки, а что вообще-то с точки зрения психологии это целый феномен, который мы рассматриваем с разных сторон и решать умеем с разных сторон. Так вот, социализация примерно такое же образование, которое не просто пойди погуляй, тебе нужны люди, не просто пойди поговори, отвлекись от своей болезни, не просто попроси кого-то о помощи, а вообще-то это серьезный феномен о том, что мы с вами существа социальные, мы генетически так запрограммированы, что нам нужен кто-то, кто-то рядом. Всегда говорю эту фразу, что у самого заядлого интроверта должно быть несколько человек для того, чтобы просто пообщаться, обсудить погоду, природу, ну и получить какую-то поддержку социальную. А для детей, для подростков, для молодых взрослых социализация, вот как здесь и указано, это еще важный момент научения. Человек никогда не поймет, как надо взбесить ближнего, чтобы получить агрессивную реакцию, только методом проб. Поэтому социализация необходима нам и в процессе становления личности, и когда личность просто функционирует в рамках каких-то, ну скажем так, рутинных действий, ну и в сложные жизненные ситуации кто-то рядом быть должен. В острых стадиях, в острых ситуациях, когда человек узнает о диагнозе или узнает о каком-то ухудшении, мы допускаем, что это могут быть только близкие. А вот в последующем, когда человек уже закончил лечение, и у него перерыв или выход в ремиссию, вот тут очень важно, чтобы он находился и чувствовал себя причастным к какой-то из социальных групп. Это помогает его, нейробиологическому аппарату нормально функционировать. Ну об этом поподробнее уже дальше. Социальные навыки и знания – это необходимые скиллы, важные функции организма, чтобы свои границы ощущать, ощущать чужие границы, не нарушать чужие и не давать нарушать свои. Социальные группы. Давайте пройдемся. Опять-таки показываю, насколько глубоко мы это рассматриваем с нашими коллегами. Что для вас это просто коллектив, школа, класс, группа университета, родственники, а у нас это все имеет название. Я показываю вам самую общую классификацию, чтобы вы понимали, как социальные группы вообще делятся на подтипы. Мы можем делить их по численности. Действительно, друзья, компания, семья могут относиться к малым, потому что даже огромная семья это все равно с огромной госкорпорацией не сравнится. Средние, вот они пошли уже, трудовой коллектив, жители двора, то есть когда это действительно какая-то массовость. Ну и большие, когда мы причисляем себя к какой-то нации, народности, классу и так далее. Дальше мы смотрим. Группы могут быть разными, в том числе и по характеру взаимодействия. Первичные. Они на самом деле очень часто организуются среди пациентов, вообще спонтанно. Лежали вместе, познакомились, общаемся. Они могут организовываться ну вообще как бы вот с людьми, которые вы встретили на улице. Просто познакомились в очереди. То есть она первичная, она вот только что создалась, у нее не было никакой цели, она спонтанная. А вторичные, это когда вот мы говорим, у нас есть группа поддержки, приходите, пожалуйста, цель поддержать вас, найти в вас собственные ресурсы, двигаться дальше, увидеть примеры людей, которые справляются или не справляются, что тоже важный пример, да. Потому что к этому тоже нужно относиться определенным образом. И когда в группах поддержки кто-то умирает, это сложный, важный этап горевания для всех участников группы, который очень помогает личности расти, очень помогает личности не бояться этого в последующем. Многие думают, вот я сейчас поеду на похороны к подруге на это, на все посмотрю и умру там рядом. Нет, к счастью, наш организм устроен так, что этот опыт позитивным образом вошьет в вашу реальность и вам будет проще относиться к феномену смерти в принципе, да. Поэтому, когда люди страдают какими-то хроническими заболеваниями, стараются избегать тяжелых каких-то вещей, эмоций, стрессов, а по факту стрессоустойчивость это тренировка. Только тренируясь, а какие-то сложности, человек нарабатывает к ним иммунитет, да, и умеет их проживать достойно без каких-либо потерь. А по факту существования, да, есть номинальные, которые мы создаем, вы даже не знаете о них, да, мы там опросник вам закинули, разделили вас по полу возрасту, посчитали, поняли, да, что у мужчин такие тревоги, у женщин такие тревоги. В группы вас объединили, вы о них даже не знали, мы там, допустим, да, новый формат взаимодействия придумали, да. Я вас очень прошу, кстати, когда обращаются психологи или врачи со своими этими опросниками качества жизни, пожалуйста, относитесь к этому благосклонно и заполняйте, помогайте нам. Потому что узнать, как лучше, мы можем только у вас. Спросить, как лучше, какое лучше вам психотерапевтическое сопровождение, какое лучше для вас социальное сопровождение, мы можем спросить только у вас. Да, мы смотрим зарубежные источники, безусловно, но вот тут как раз-таки вступает в силу та самая ментальность, те самые особенности среды, нации, народности и так далее. Поэтому очень круто, если вы периодически откликаетесь на это. Но у нас, например, в больших группах в ассоциации «Здравствуй», это Всероссийская ассоциация онкопациентов, я регулярно запускаю какие-то опросы, потому что я сталкиваюсь с какой-то проблемой, понимаю, что мне мало информации по нам, по нашему контингенту. Я всегда создаю опросник, анонимный, безусловно, мне не нужно знать там ваши какие-то подробности наличного характера, только те, которые я изучаю. И я закидываю, и, ну, честно говоря, очень благодарна нашему сообществу, потому что я рассчитываю человек на 50, думаю, ну, хоть бы. А обычно отвечает человек по 200. И это очень сильно помогает нам понимать, где врачи не доработали, да, не доспрашивали, где кто-то не поддержал, а чего вообще хочет онкопациент. Ну вот, да, какие нужды, какие трудности у него сейчас. Они всегда разные, потому что поколение меняется, и если раньше все чаще звучало, что я не могу провести время с друзьями, я не могу провести время с семьей, да, мне мое состояние не дает поддерживать какие-то социальные важные контакты, то сейчас это, в принципе, не очень нужно. Это, кстати, тоже, да, дает нам очень важный, важную информацию для того, чтобы понимать, как сейчас функционирует общество. Ну, и реальные группы есть, которые мы оцениваем, делим по конкретным признакам. Ну, и тут уже такая, да, история про гософициальные формальные организации у нас с вами есть, и есть неформальные группы. Ну, тут все понятно. Формальные организации ассоциаций, корпорации, учреждения и так далее. Ну, а неформальные, там, я не знаю, рыболовы Подмосковья. Ну, вот что-то такое, да. Хотя эти неформальные группы могут становиться формальными. Когда рыболовов станет какое-то определенное количество, они могут сделать ассоциацию и быть вполне себе формальной организацией. Что же такое достаточный уровень социализации? Я всегда говорю, что мы с психиатрами условно здоровым человека считаем с точки зрения психиатрии, да, психологии, это, несмотря на то, что он там с аутистическими чертами, несмотря на то, что у него есть там депрессия, да, прямо сейчас она у него есть, и он получает там препараты и находится в ремиссии. Мы считаем человека условно здоровым, когда у него нет проблем на всех уровнях социализации. Все равно у меня нет социализации, значит, нет проблем. Ну, нет, она обязательно должна быть достаточно. Ну, что там, работа, семья, там, небольшой круг друзей. Ну, я могу в магазин сходить, в обмороке не падаю, когда мне задают вопрос, какой конкретно сыр вы попросили. И вот когда на этих уровнях все стабильно, мы можем говорить, что да, человек в ремиссии или, да, человек здоров по психическим, да, каким-то моментам. Это про адаптацию в обществе. Это когда человеку нужно позвонить, ну, не знаю, там, в Горгаз, и он туда звонит и может быстро сказать, что ему нужно, да, может сориентироваться, может помочь себе как-то. Это вопросы в том числе того же самого жизнеобеспечения человек может нормально сказать, где у него болит, что он чувствует. И человек идет к психологу или психотерапевту, когда понимает, что, ну, не спать месяц, это ненормально. Ну, постоянно чувствовать тревогу, это ненормально, да. Ну, плакать от любого вообще звонка, это ненормально. Я не должен чувствовать этих эмоций, ну, в таком количестве, да, и что я с ними не справляюсь. Ну, и действительно, люди с хорошим уровнем социализации за счет своей социальной адаптации могут устанавливать и поддерживать социальные связи в адекватном для них количестве, ну, и принимать участие в жизни общества тоже на таком же уровне. А вот тут мы переходим уже к нейробиологии. Это про то, что, Анна Александровна, с чего вы взяли, что нам это всем нужно, нам и так неплохо, нас вот тут неплохо кормят. Вот, например, окситоцин, гормон, который отвечает за привязанность, гормон, который очень помогает выздоравливать от всего. И если это заболевание хроническое, как мы говорим об онкодиагнозе, то мы можем это хроническое заболевание долго держать в ремиссии и стабилизировать свое состояние. Вот окситоцин взять нигде, самого себя не обнимешь. Окситоцин только от людей, только от близких, теплых контактов, только там. Вот он вырабатывается только в таком аспекте. Безусловно, массово в родах выбрасывается огромное количество окситоцина, чтобы вы не выбросили ребенка в окно, который причинил вам огромное количество страданий за эти там сутки. После родовая депрессия, она ведь часто и характеризуется неадекватным количеством, малым количеством окситоцина. Вот, поэтому вот его мы можем взять только там. Серотонин, дофамин, гормоны тоже полезные. Они не все зависят от социума, но социум очень сильно помогает. Например, серотонин – гормон достижений. Пойти, наконец-то, наконец-то дойти до спектакля, о котором хотели. Вероятность того, что вы пойдете туда один, ну, раз в семь меньше, чем если вы найдете компанию. Вот как минимум достижение этих состояний, оно очень часто именно за счет компании создается. Дофамин, гормон новизны, ну, то же самое, да, кто-то посоветовал новую книжку, да, кто-то порекомендовал новое блюдо. Ну, то есть посмотреть какую-то новую локацию в городе. Это все будет гораздо проще осуществить, если у вас есть хоть кто-нибудь. Вот, поэтому нервная система, она у нас с вами стайная. Хотим мы того, не хотим мы того, но мы генетически так устроены, что мы социальные существа и функционируем в социуме, и лучше себя чувствуем в нем, и помогаем себе. Давайте посмотрим все-таки вот по поводу, что происходит у нас с вами в болезни, как социализация ломается, когда хроническое заболевание приходит к человеку. И действительно, люди часто ограничивают социальные связи, потому что не хватает ни времени, ни эмоций на то, чтобы больше уделить времени своим, чаще уделяем время тем же врачам. Поездки по больницам, госпитализация подъедает действительно как минимум время и как максимум энергию. Просто устает еще после всего дня в больнице, вечером пойти встретиться с подружкой, это просто уже на физическом уровне тяжело. Да и вообще, вот сразу же второй пункт туда же, что эмоциональный фон. Человек пришел, он никогда не поймет вас, дай бог, никогда не поймет, потому что он никогда не был в вашей ситуации. И, наверное, ну вот это присоединение, почему все-таки очень хорошо посещать группу взаимопомощи, потому что вас никто не поймет так, как тот, кто был в этом. Все очень просто. Да, что ж такое. Все очень просто, тут в плане там, ну кто не был, тот не поймет. И вопросы в трудностях с окружающими, ну опять-таки, может быть просто плохо физически. На фоне химиотерапевтического лечения, ну там вообще сложно говорить. Там уж теплый с тобой рядом человек, холодный с тобой рядом человек, не всегда имеет значения, потому что вообще трудно разговаривать. Независимое проживание, действительно, даже если это не будет инвалидностью какой-то калечащей, все равно какое-то время человек нуждается в помощи, в поддержке. И вот тут, кстати, очень тяжелые истории бывают, потому что родители не всегда полезны, родители не всегда ресурсны, родители не всегда адекватны. Но многие люди, не имея других каких-то ресурсов для поддержки, вынуждены обращаться к родителям, которые помогают и ухаживают, но не перестают быть токсичными. И вот это очень тяжелые и страшные истории, когда пациенты мне говорят, знаете, мама ко мне приехала, мама за мной ухаживает, мама мне помогает, но если бы я мог сам, я бы ее не вызывал, потому что с одной стороны она помогает, там, варит суп, моет пол, а с другой стороны выносит голову ровно так же, как и от фраз, ты сам себе это нагулял, заслужил, до каких-то причитаний, на кого ты меня оставишь, кто мне будет помогать. Когда мы говорим об нарциссичных холодных матерях, это прям, я всегда говорю, давайте подумаем, кто может помогать, кроме нее. Прям вот ищем, садимся, думаем, смотрим фонды, потому что люди с расстройствами, они не помогают. И вот это, и второй момент, особенно у мужчин, когда ты всю жизнь автономен, когда на тебе все держится, и тут вдруг ты меняешься ролями, и за тобой ухаживает вся семья, а ты больше не добытчик, даже на время. Это очень сильно бьет по самооценке, бьет по мужскому достигаторству, и это тоже отдельный пункт работы, о котором мы тоже постоянно говорим. Стигма, стигма диагноза, стигматизация, это выделение в отдельную группу, когда мы говорим, онкобольные, вот есть мы люди, а есть они, онкобольные. Туда же относятся ВИЧ-инфицированные, туда же относятся, да вообще все, вообще все, кто хоть как-то отличаются, то есть если мы возьмем там, туда и неформальные группы относятся, то есть человек одевается как-то иначе, да, ходит там с красными волосами, все, это не наша группа, это вон туда, в стигму, там они сами разберутся, кто из них там неформал, гота, кто онкобольной. И очень разные бывают в этом плане мотивы у людей, да, кто-то боится заразиться онкодиагнозом, кто-то боится напитаться негативной энергией, поэтому потом чем-то другим тоже заболеть, да, хотя по факту и сахарный диабет стигматизируется очень сильно, да, когда человек приходит, сейчас еще носят эти датчики на плече, да, и люди уже знают, что это скрининговый датчик, или например человек говорит, так, что тут у нас, что едим, надо подколоть инсулина, все, народ начинает уже прямо, а что, а как, а зачем, а почему, и в разном возрасте стигматизируют разные вещи, это очень ярко видно, и все еще присутствует, да, поэтому у нас были, да, прецеденты, когда есть такой добрый дом, когда деток, там фонд приселил детей, мам с детьми, из других регионов, которые не могли нигде поселиться, они селились в этих квартирах, которые фонд арендовал для них, и лечили детей, то есть ходили в онкоцентр, и приходили ночевать, и соседи бабушки написали заявление, что пожалуйста уберите этих сифозных, они нас заразят своим раком, какого черта вы тут разрешили им сделать съемную квартиру, это было очень резонансно, мы все тогда помним, кто работает в этом направлении, приняли участие, проговорили, да, что это не заразно, ну как минимум, потому что тогда бы уже все онко, врачи бы уже померли бы, ну вот честно, столько людей видеть, да, когда тысячами через тебя онкопациенты проходят, ну уж точно, ну если не померли, то болели бы 100%, болеют не все, потому что это так не работает, да, нейрокогнитивный дефицит, снижает когнитивные функции, много что, депрессия, которая возникает, она тоже может затормаживать все, что можно и нельзя, и человек становится таким невнимательным, не может сконцентрироваться, не может, ну какие-то вещи очень важные осознавать, делать химический мозг при химиотерапии, 24 минуты, не разговаривай со мной, химический мозг, да, когда люди принимают химиотерапию, проходят химиотерапевтическое лечение, действительно, нервная система женщина нежная, как я про нее говорю, и цитостатики, и прочие вещества, которые используются в системном лечении, они не могут ее не трогать, они в любом случае на нее влияют, и она, ну где-то там, да, и подзабыл, и не проснулся вовремя, будильник не услышал, да, и раздражительный где-то, и где-то гнев появляется какой-то, и непонимание какое-то, и люди прям, вот четко два разных человека, на химиотерапии будет пациент, да, и после нее, и он сам это будет отмечать, что я был просто в невероятном замешательстве, для этого, кстати, есть прекрасные психиатры, которые назначают, а психотропные препараты, которые помогают тоже химиотерапию проходить более достойно, и чувствовать себя более адекватно, самое интересное, за что я очень сильно, ну так, нельзя сказать ругаю, просто ругаюсь, с химиотерапевтами, я говорю, вы защитили все, вы подумали про нефротоксичность, про кардиотоксичность, вы даже дали таблетку от тошноты, а самый главный орган, не защитили, да, поэтому, если вас отправляют к психиатру, не надо артачиться, никто не считает вас сумасшедшим, если вы были сумасшедшим, вы бы туда уже попали другими путями, да, Поэтому, если химиотерапевт говорит, нам нужен психиатр, чтобы вам стало полегче, потому что вы сильно разрушаетесь по нервной системе, пожалуйста, идите, получайте препараты и помогите мозгу пережить это тяжелое лечение. Не издевайтесь над ним. Потому что, ну, как бы странно, да? А мест мы пьем, желудок защищаем, нам его жалко. А голова как бы сама справится. Ничего она не справится, она еще и контролирует все. Ей не просто надо справиться, но еще и вас потом из этой ямы достать и восстановить. Поэтому, пожалуйста, любите голову, любите мозг, относитесь к нему с уважением. Вытеснение пациента в более низкие социальные слои общества тоже существует, особенно когда человек теряет возможность зарабатывать. Я чаще всего вижу, ну, не прям, что вот он был там, не знаю, там, прыгнцем стал маргиналом. Нет, не про это. Ну, например, финансовый комфорт сильно меняется, если человек не может продолжить свою финансовую какую-то деятельность, да? Если у него нет никого, кто может его прикрыть и поддержать. Когда мне врачи говорят, ну, почему он так долго едет на операцию, никак не может приехать, что такое ему, что, все равно, что ли? Я говорю, уважаемый, дорогой врач, у него остается семья, ему нужно оставить денег для семьи, пока его не будет, семья должна что-то есть. Это тоже часто отдаляет возможность там современной помощи, потому что люди, ну, пытаются как-то прикрыть семью, себя и так далее. Снижение качества жизни, ну, это ведь действительно история про количество таблеток, плюс ко всему человек идет, узнает об онкодиагнозе, параллельно бутербродом узнает о, например, сахарном диабете, например, каком-то еще возрастном заболевании, какой-нибудь гипертонии. И к его таблеткам по онкодиагнозу еще одна коробочка по хроническим заболеваниям прилипает, и человек такой, ох, да, а адаптироваться к этому ко всему до двух лет. А тебе все говорят, Борис Сибирис, ты сейчас должен улыбаться, побеждать болезнь и так далее. А он вообще кажется, что эта песня не про него, и вообще, что он проснется завтра, ну, и все, это про чужого человека история. Поэтому тревога, депрессия чаще всего неизбежны, ну, у среднестатистического человека, там, допустим, это будет депрессивный эпизод, и, да, он не дойдет до психиатра и как-то выкарабкается. А люди, которые к началу заболевания пришли уже с какими-то тревогами, ну, вот им будет, конечно, очень сложно и тяжело. И когда там не было социализации адекватной, тут еще вот это упало, то о какой-то адекватной социальной активности, ну, думать вообще сложно очень, да. Зачем вообще социализация нужна, да, для людей с хроническими какими-то расстройствами? Это действительно помогает противостоять стрессу. Ну, во-первых, те гормоны, которые я перечислила, будут в этом принимать активное участие. А во-вторых, это как минимум отвлечение, причем такое отвлечение хорошее, не просто уходить там, например, в алкоголь. Кстати, нет безопасной дозы алкоголя, да, я надеюсь, нет тут у нас в чате людей, которые говорят, что при химиотерапии красное вино выводит какие-то там радикалы. Пожалуйста, это неправда, безопасная доза алкоголя нет. Поэтому если, конечно, там раз в месяц этот бокал вина с подружками и с друзьями, ну, даст вам много окситоцина, окей. Но если это будет бокал вина и не больше. Вот, или там в сериалы какие-то уходить, да, в одиночку погружаться туда в них, мозг будет занят, в остальном ничему не поможет, конечно же. Да, противостоять стрессу, улучшать психологическое состояние, снижать вероятность развития депрессии. Да, депрессия это болезнь, которая очень часто начинается в одиночестве. Вот тут внимание. Одиноким можно быть и в толпе. У вас может быть огромная семья, а с проблемой наедине вы один на один. Нет никого, кто поддержит, кто примет часть беды на себя. Сохраняем здоровье души и тела, получаем поддержку от близких и друзей. Ну и вот это чувствуем себя нужным и важным для окружающих. Опять-таки возвращаемся к генетической истории. Мы стайные животные, мы должны быть частью стаи, мы должны быть признаны, мы должны быть нужны, важны для того объединения, в котором мы находимся. Это не кто-то придумал, это вообще генетика. Мы выживаем только в стае. Это слайд, ну больше для, наверное, сопровождающих, да, для близких, для людей, которые находятся рядом и для наших уважаемых активистов. Если они нас тоже смотрят, пожалуйста, вот смотрите, что помогает. Общаться как можно чаще, поддерживать контакт. Ну сейчас, слава богу, можно писать, можно не названивать и вообще договаривайтесь на берегу. Это, кстати, не только для пациентов адекватная история. Договоритесь на берегу, как часто человек любит вообще общаться. Иногда вы его закидываете сообщениями, он вам из вежливости отвечает, а сам сидит и думает, господи, ну я в реанимации, можно мне вот не 500 сообщений в день, да. Как правило, если человек готовится к операции, оперируется и восстанавливается, выбирается какой-то один контакт, одно контактное лицо, кому он сообщает, как дела. А уже этот человек, по всем его друзьям и родственникам, с его согласия, естественно, шлет сообщение, что операция закончилась, восстанавливается, пришел в себя, всем передает привет. По поводу работоспособности. У меня много историй, когда онкопациенты помогают друг другу, трудоустраивают друг дружку у друг дружки, потому что, ну, действительно, возможно, тот объем работы, который был ранее, уже недоступен для пациента. Да, и вот они в те места, где сами работают, где нет такого, например, строгого ценза, да, могут рекомендовать каких-то своих знакомых с диагнозом, чтобы они подрабатывали, да. Ну, или просто помогать, просить о помощи и что-то платить, например, человеку, да. Если мы говорим о близких, та же самая система работает, помогите, не давайте деньги, помогите заработать, да. Сейчас очень много историй, где можно работать на аутсорсе. Если это бухгалтерия, то можно действительно дать какую-то компанию на баланс, предложить, попросить кого-то дать. А, я не знаю, набор текста, да все, что угодно, да. Есть очень много сейчас специальностей, которые могут работать в онлайн и на аутсорсе. Итак, эмоциональная поддержка, как я могу помочь тебе? Вот не надо сувать, простите за сленг, свою помощь и поддержку из позиции «я считаю, что так будет лучше». Нет, задайте вопрос. И если вам ваш друг говорит «отстань от меня на пару недель, мне надо отлежаться», значит, отстаньте от него на пару недель и напишите ему через пару недель, да. Просто скажите «окей, я тебя понял, я с тобой рядом», в любом случае, если что, дай знать. По поводу предоставления информации. Ну, опять-таки, да, мне плохо, мне тревожно, я не сплю. Ну, дайте вы какую-то информацию по психиатру, психотерапевту. Сами не ходили, спросите у кого-нибудь. Некого кого спросить, поищите в интернете, да. По отзывам, ну, есть доктора, к которому можно по отзывам вполне себе обращаться. Или у него появилась какая-то другая возможность, да, там тот же протез, например. «Я боюсь, я волнуюсь, я не знаю, как, где можно что посмотреть, почитать, пожалуйста, да, забейте в интернете». Особенно это работает с пожилыми, которые не на «ты» с техникой. И вы можете найти, вот смотри, есть реабилитационный центр, где можно научиться там пользоваться протезом, да, например. Максимальное включение в жизнь социума. Это не значит, что вы должны, пойдем там, сейчас Масленицу праздную, 140 тысяч человек на площади, пойдем туда, я тебя буду социализировать. Да нет же. Но вы можете войдите его с собой на выставки, вы можете встречаться там с парой-тройкой друзей, попить кофе, понимать, что человек утомляется. И не сидеть там до утра, а потихонечку это все, ну, как, сопровождать тайм-менеджментом. Восстановление утраченных навыков. Вот тут, что касается реабилитации. Реабилитация должна начинаться вообще с реанимации после операции. Реабилитация начинается еще до того, как… Ладно, выписался. Она начинается еще до того, как спустили в палату. Вот это правильная реабилитация. Ну, как минимум психологическая, если там не хватает специалистов по ЛФК, как минимум психологическая. Эрготерапия. Эрготерапия – это вот все, что касается какой-то деятельности. Почему очень часто помогают пациенты, прям сами помогают, помогать, да, организуют группы, прям могут помогать, раздавать еду в рамках учреждений. Ну, у нас это не очень применится за рубежом, да, пациент, как только там очухивается, он может помогать сестрам, да, что-то делать. Это нужность, важность, значимость. Мозгу такая штука очень нравится. А поддержка физической активности. Ну, все, уже недавно слушала Степанову опять. Конкретные исследования, еще одно недавно было. Люди, которые поддерживают адекватный уровень физической активности, имеют конкретно и заметно большее количество, ну, вот именно показателей по выживаемости. Поэтому я все время смотрю на эти исследования и думаю, надо, кажется, двигаться начать. А то, кажется, онкобольные переживут не онкобольных просто потому, что они двигаются, а мы нет. Поэтому, пожалуйста, движение. Постепенно. Сначала лежа, потом сидя. Ну, а потом ходить, 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 делать все возможное. Восстановление навыков общения. Ну, тут имеется в виду, если вдруг в связи с каким-то расстройством, инсульт или операции на горле, на лице. Если возникли сложности со взаимодействием, у нас, например, в чате, у нас в группе есть две девочки, они после ларингоэктомии, они не могут говорить. У них был рак гортани, горло, языка, ну, нюансов не помню. И вот они с нами тоже на группе присутствуют, но они пишут в чат, они не могут там это сказать, да, или есть голосообразующие аппараты, но их хуже слышно. Ну, вот они с удовольствием общаются, пишут в чат, делятся своими какими-то эмоциями, тоже очень интересно, да, и никто не говорит фу-фу, что это такое. И регулярное общение с родственниками, но опять-таки, вот тут всегда делаю ремарку, с родственниками, которые ресурсны. Если после общения с родственниками у вас начинаются панические атаки, не надо с ним общаться, кто бы он вам ни был, пожалуйста, это важно. Особенно, если у вас такие сложности. Вот тут меня вопрос задавали очень часто, да, социализация. А как я, если я вообще не хочу? Да, есть рилс такой, да. А что ты не ходишь в спортзал? А когда, если я все время не хочу? Да, вот, а когда я буду общаться, если я все время не хочу? Так вот, развитие желания общаться с кем-то из живых людей начинается с самого себя, с каких-то практик, связанных со своим состоянием, с эмоциями, с осознанностью и так далее, да. Действительно, надо стараться практиковать позитивное мышление. Все мы с вами думаем о том, что все будет плохо. Мы начинаем что-то делать и сразу так, а что будет, если ничего не получится? А что будет, если все в конце умрут, да? И мозг устает настолько, что про позитивный вариант развития событий уже не думается. Мне, конечно, говорят, мы это думаем, чтобы оценить факторы среды, риски, чтобы все учесть. Ничего не так не работает. Не работает ничего, вплоть до того, что падает мотивация настолько, что даже если все будет хорошо, вы не порадуетесь. Потому что вы уже так нафантазировали себе, что ничего не получится. Поэтому позитивное мышление – это когда все получилось. Потом подумаете про риски. Сначала подумаете, как будет выглядеть результат, если все будет классно. Ну и определите цели. Зачем вам общаться и социализироваться? Я сделала все возможное, чтобы вам сейчас дать понять, что вам это нужно физически. Вам это нужно для восстановления. Вам это нужно для стабилизации физического состояния, ну и психического, естественно. И мотивация такая же, да? Как изменится после улучшения навыков общения ваша жизнь? Да, вы будете больше общаться, вы будете комфортнее общаться, вам будет меньше стыда, дискомфорта в контактах. Поэтому это всегда хорошо. Начать с малого, с небольших действительно шагов. Попытаться там пообщаться с кем-то в комментариях. Да, вот посмотрели пост интересный. Напишите ответ какому-то человеку на его комментарий к этому посту. Да даже поругайтесь. Пусть он будет такой возражающий. Это ведь тоже мнение. Это ведь тоже мнение, которое можно выражать. Там чуть подольше поговорить с соседкой по лестничной клетке. Чуть подольше поговорить там с продавцом в магазине, которому вы уже миллиард лет знакомы. Да, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Учитесь слушать. Понимать точку зрения. Навыки активного слушания тоже есть. И они тоже в интернете доступны. Как так наклонить голову, чтобы было видно, что вы слышите. Мы не умеем этого делать, потому что нас никто не учил. Развивать эмпатию. Сопереживать, сочувствовать. Ну, мы, я думаю, в этом плане еще не совсем разрушились. Общаться мы не хотим. А вот эмпатия у людей в целом присутствует. Если нет аутистического спектра расстройств, то ничего страшного, если плачете, когда смотрите кино. Если вам стало жалко котика на улице, купите ему корм. И помогите, чем можете. В различных мероприятиях и группах, еще раз говорю. Если вы понимаете, что группы, которые вам удобны, как вы хотите ее создать, нет, создайте ее сами. Можете прийти там в любой фонд, в любую ассоциацию. Особенно, если она связана с вашим заболеванием. Сказать, хочу группу создать. Мне нужен психолог или где-то поучиться, чтобы я мог эти группы фасилитировать. Очень надо, очень хочется. И, как правило, ассоциации фонда очень дружелюбны к этому и сделают все возможное, чтобы вам помочь. Эта же деятельность будет осуществляться в рамках их фонда. Для них это отчетность, их похвалят. Ну, короче, этим надо пользоваться. Они обычно очень отзывчивые. Вот, мероприятия. Ну, вообще проводится съезд онкопациентов огромный в октябре. Каждый октябрь, обычно где-то в 20-х числах. И там три дня в общественной палате в Москве проходят различные мероприятия для разных нозологий. Двухдневная огромная секция наша по онкопсихологии. Есть разные досуговые мероприятия. Да, надо смотреть по фондам. Все фонды с предсавкой онко обязательно делают какие-то интересные штуки, особенно ко дню борьбы с онкозаболеваниями, ну и прочих таких значимых событий. У каждой нозологии есть свой день. Да, есть там день рака груди, есть день рака желудка, поэтому я думаю, что особенно активные могут инициировать даже эти мероприятия. По поводу ошибок. Да не бывает без ошибок ничего. Ничего нет идеального. Это, ну, это, это... Я вообще не знаю, зачем придумали это слово. Нет ни идеальных отношений, нет идеальной жизни. Ничего нет идеального. Все очень пластично, все меняется, все очень про рост. Ошибки дают рост. Самое главное вовремя ее заметить и не повторять. Вот в другом плане ошибка она очень полезная. Быть открытыми и дружелюбными, ну, это тоже про границы. Сейчас опять буду говорить статусами из соцсетей, да, но вы не знаете, какая война внутри у того человека, которым вы хотите нахамить. Отнеситесь к нему с... С уважением, наверное. Даже если он плохой. Вы знаете, есть очень хорошая тоже фраза, да, если не прям этот цитатник. В любви нуждается... В любви больше всего нуждается тот, кто меньше всего ее заслуживает. И да, сложных пациентов надо любить. Относиться к ним как к людям травмированным и пытаться помочь. И люди меняются, открываются и становятся вернее верных друзей. Ну вот серьезно. Просто за чужой агрессией надо увидеть боль. И когда вы это увидите, у вас все поменяется. И вы будете меньше тратить на эту защиту, на нападение ответное. Да, ну, такие растраты ресурсные. Ну и йогам, медитациям очень полезные духовные практики. Потому что они регулируют дыхание. Помогают чувствовать себя более заземленными. Учат чувствовать свое тело, да, с которым может быть потерян контакт. Да, может, и не было никогда этого контакта с этим телом у людей. Поэтому я люблю жизнь. Фонд делает йогу. По-моему, даже онлайн раз в неделю. Короче, если интересно, поищите, займитесь. Очень помогает. Вот. Поэтому раскачивать себя нужно самому. Опять-таки, да, возвращаемся к тому, почему это хорошо, почему это помогает. Физическое и психическое здоровье при должном уровне социализации очень хорошо самоотстраивается. Ну и мы получаем социальную поддержку. Социальная поддержка. Она вообще про то, чтобы напомнить человеку, что он часть стаи. Это не принести вам хлеб, крупу и молоко. Хотя тоже неплохо. Но в целом социальная поддержка, она про поглаживание эмоциональное, что ты свой, ты наш. И вот это для мозга просто мед в уши, потому что самое страшное для человека остаться один на один с проблемой. Мы это видим по нашим одиноким пациентам. У них даже с небольшим прогнозом может резко начать ухудшаться самочувствие, потому что они никому не нужны. И человек больше двигается, человек больше общается, человек в принципе, да, если убирать всю эту лирику, человек больше двигается. Жидкости по организму циркулируют. Нервная система работает не только о том, как таблетки выпить, но и что надо распланировать время. Ко мне приедет подружка, накрасить глаз, мы пойдем с ней в кафе. Ну, в общем, это тоже такая, знаете, это такой спорт, спорт для нервной системы. Ну и вот это тоже такой момент про то, что я вам обещала сказать. Врожденная потребность, я прям зачитаю, потому что очень хорошее определение я нашла, да, человека называют социальным существом, потому что он обладает врожденной потребностью в общении, взаимодействии, формировании отношений с другими представителями своего вида. Помните все эти старославянские хороводы, свадьбы, похороны, всегда массово, всегда плечо к плечу. Это потребность обусловленной эволюцией, выживанием, сотрудничеством, защитой от опасности, обменом знаниями и навыками, национальной поддержкой и развитием социальных навыков. Благодарю. Вот люди умные написали, обосновали. То есть это не так, я проснулась сегодня и пойду, помучаю пациентов, расскажу им, что им надо других людей терпеть. Ну нет. Если вы понимаете, что вам других людей терпеть очень тяжело, то это повод обратиться к психотерапевту и понять, где произошел надлом, почему ваша нервная система так остро реагирует на социум и учиться быть не такими. И эти навыки, они приходят обязательно. Ну и чтобы повысить свой уровень социализации, давайте еще раз подведем итог. С банального, с банального, с простого. Познакомьтесь со своим соседем, принесите им пирог, печенька, печеньков и скажите, здравствуйте, мы с вами живем 40 лет и не знакомы. Давайте знакомиться, мало ли что, если что, вот вдруг. Кружок и секция по интересам. Онлайн, пожалуйста, много чем происходит. Оффлайн много разных, там та же ассоциация «Здравствуй» периодически делают какие-то мастер-классы творческие, пожалуйста. Можно записаться на курсы, посмотреть онлайн какой-то курс, чему-нибудь поучиться. От того, как делать табуретки до, там, я не знаю, кройки и шитья. Пообщаться с однокурсниками и коллегами. Если нет группы, создайте ее, пособирайте контакты. Если есть группа, придумайте какой-то смешной опрос для всех, да, инициируйте там какую-то движуху, чтобы люди пообщались. Найдите свой круг общения. Вообще остановитесь, посмотрите назад и скажите, «Так, у меня две токсичные подружки, а одна сумасшедшая мама. А кто у меня близкий?» Никто. И вот, друзья, это семья, которую мы выбираем сами. Кто вам сказал, что вы дружите 70 лет с одной токсичной подружкой, которая из вас душу вытряхивает? У вас где написано, что надо с ней дружить еще 70 лет? Выберите людей, с которыми вам хорошо. А выбираются они как раз-таки вон там, на кружках, да, на каких-то совместных мероприятиях. Пожалуйста, ВКонтакте иногда можно, заходишь туда, и там есть спонтанные экскурсии. Народ набирается в эти спонтанные, в группы там спонтанные экскурсии, там или просто экскурсии. И вот группа набирается, экскурсовод вводит, рассказывает про Москву, и не только про Москву, во всех городах это есть. И там берет какие-нибудь там, сколько не жалко, 100-200 рублей за свою работу. А люди между собой общаются, потом идут пить кофе, кто-то начинает дружить и взаимодействовать. А может быть, стоит восстановить старые контакты? Вот как раз-таки те, которые были приятными, но вы разбежались, потому что разъехались. Ну вот сейчас, например, то, что вы разъехались, вообще не проблема. Сейчас все средства связи есть для того, чтобы общаться комфортно, вот как, да, как будто мы за одним столом сидим. И ничего страшного. Да, это тогда, это телефонные звонки, это дозвониться, вызвониться, все, сейчас такого уже нет. Можете спокойно найти свою старую любимую подружку, созваниваться с ней регулярно и смотреть друг другу в глаза. А участвовать в общественных мероприятиях? Ну вот, как я уже сказала, какие-то социальные вещи, да, какие-то праздники, какие-то съезды, конференции, может быть, в вашем профессиональном ключе. Может быть, вы уже не работаете, но все еще являетесь лидером мнений. Вы можете почитать какие-то лекции о своей профессии. Вы можете просто походить, поприсутствовать, посмотреть на коллег бывших нынешних и так далее, да. Очень интересный пункт. Сконцентрируйтесь на том, что вас объединяет с собеседником. Когда вы слушаете о чем-то своего друга или коллегу, слушайте не только то, что он вам говорит, а смотрите на него как на объект, как на личность. И старайтесь видеть в нем больше этой информации, его мнение, его суть, его сущность. Тоже очень помогает получать удовольствие от общения. Ну и регулярно встречаться с друзьями. Причем эти встречи могут быть, ну, во-первых, без алкоголя, давайте договоримся, да, потому что очень мощная нейронная пара образуется. Наташка и алкоголь. Потом без алкоголя Наташка не заходит как-то никак. Поэтому встречаться нужно часто, желательно в разных местах, чтобы был разный паттерн эмоций, которые вы вместе получаете, да. Там раз в две недели, например, один раз встретились, пошли кота порисовали маслом. Есть студии, которые, может, там заплатить какую-то символическую цену, вам выдадут краски, вы будете все вместе с подружками срисовывать кота, потом смеяться, у кого получилось смешнее, ну, похоже и смешнее. Можно ходить на разные выставки, можно ходить в разные кафе. Не вот одно любимое, пусть это одно любимое будет раз в полгода, а остальные будут все разными. Выезжать на природу, общаться. Мы все это очень сильно утрачиваем и требуем от детей, чтобы они были такими. А как они такими будут, если они видят вообще другой паттерн? Если они видят, что вы пришли домой, вы тоже воткнулись в телефон и лежите. Да, как говорится, счастью невозможно научить, счастью можно только показать. Поэтому у вас вообще-то и перед малышней ответственность, даже если этой малышне 40 лет, и он от вас никогда не съедет, пока вы не выйдете замуж. Говорите чаще «да» и соглашайтесь на новые предложения. Это важно, потому что это помогает чувствовать себя ассертивным, чувствовать себя сильным. Вот этот момент я не смогу. Очень плохо для мозга работает. Если вы не попробуете, вы себя потом будете разрушать за это даже неосознанно. Пробуйте, пробуйте двигаться, жить, общаться, пробуйте. Потому что мозг должен понимать, для чего он спасает это тело. Мозг должен понимать, тю, так тут жизнь, он ключом бьет, мне нравится, я хочу жить эту жизнь. Или если вы так, ну, полечимся, ну, там сколько Бог даст, там, долежим. Пожалуйста, покажите вашей голове, что в вашей жизни есть много чего, ради чего стоит ее жить. Потому что мы все считаем, сколько жизней забрал рак. Но мы очень даже не так, мы даже не смотрим туда, в эту сторону. Но вообще-то депрессия забрала жизней не меньше. Да, это первый по суицидальной активности диагноз. И мы работаем в этом, мы видим. Поэтому не дайте невзгодам забрать у вас жажду жизни. Поэтому, пожалуйста, живите. И жизнь должна быть классной, иначе она зачем вообще? На кой она нужна, если она ужасная и прострадание? Если вы вдруг поняли, что вам нравится страдать, это к нам. Это к нам, это черты определенных расстройств. Если вам нравится страдать, то вас куда-нибудь посадили, куда-нибудь отвезли, вы все равно найдете, где пострадать. И вот это надо лечить, с этим нужно работать обязательно. Ну что, я надеюсь, я убедила вас. Сейчас у нас осталось несколько минут на вопросы. Буду очень рада, если эти вопросы возникнут, и мы еще с вами о них поговорим. Может быть, возникнут вопросы о темах следующих вебинаров. Может быть, у вас сейчас, пока вы меня слушали, возникла какая-то потребность, какой-то интерес. Да, даем 5 минут и определимся. Сейчас я смотрю по чатам. Напишите, было ли полезно, было ли интересно. Это тоже очень хорошо помогает нам отстраиваться и отстраивать контент для вас. Ну что, пока тихо. Я очень надеюсь, что в комментариях после вебинара получится что-то написать, получится выразить какие-то чувства, эмоции, мысли. Мне было очень радостно поработать с вами. Надеюсь, это не последний раз. И мы еще обязательно встретимся и обсудим с вами, что же еще такого сделать со своей стороны, чтобы помочь врачам стабилизировать ваше состояние. Живите, радуйтесь, будьте счастливы. И тогда у мозга будет серьезная мотивация жить как можно дольше. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!